Как человек, который уже второй десяток лет занимается реставрацией объектов культурного наследия, ответственно заявляю для вас, как для власти. Объект культурного наследия, даже в процессе реставрации, всегда является очень привлекательным, таким якорным фактором для привлечения туристов. Сейчас это немаловажно. Возьмем 7 лет работы в Барабаново, деревянных рам, в середине 19 века, цена земли выросла почти в два раза. Горожане стали селиться в этом поселке и на территории из статуса погибающей фактически, без работы, без всего 100 человек населения, Барабаново постепенно переходит в статус такого достаточно престижного места. В окрестностях Ачинска я знаю как минимум два прекрасных объекта, которыми стоит позаниматься. Это деревня Козловка, сейчас она очень неблагозвучно называется, она революция называлась Великокняжеская. А есть храм Михаила Архангела, деревянный, совершенно чудесный, авторство нашего знаменитого красноярского архитектора Соколовского. И в деревне Красный Завод, то есть Мьячинский район, но рядом. Вновь поддержу главу, сохраняя свою историю сейчас, тем самым мы даем возможность развиваться нашему государству. И святейший патриарх Хирилл, и наш президент Владимир Владимирович Путин всегда говорит о том, что сохраняя историю, мы продолжаем жизнь нашего государства. Неважно, в каком статусе я нахожусь, сельский священник, глава поселка, глава администрации района или города, я могу и обязан приложить силы для того, чтобы сохранить вот то немногое, что нам досталось. Очень удивительный город, конечно, работы еще очень много, но самое главное начать. Сейчас внутренний туризм, он на подъеме, но повторю, в микроскопическом Барабаново, с чудовищными дорогами, последние 13 километров там разбитая гравейка. Летом, в допандемии времена, у нас за субботу и воскресенье было до тысячи паломников. Я считаю, что это очень-очень неплохо. Я готов поделиться своими наработками, что-то подсказать. Не обязательно реставрировать только лишь культовые сооружения. В Ашинске есть, кстати, прекрасная синагога, вот тоже можно и позаниматься в какой-то перспективе. Только соединив усилия всех здравых сил в обществе, мы сможем добиться того, чтобы наша сибирская земля была привлекательна не только для жителей окрестных городов, но и, как уже говорили, туристы ехали не только из России, но, может быть, и за убежат, когда все эти наши ограничения закончатся. Спасибо.